Даже музычка здесь прям как под заказ, умиротворяющая. Отлично. Все располагает к задушевной беседе и подведению итогов. Сегодня ровно 6 месяцев, как я покинул Россию и переехал сюда жить. Ровно полгода я здесь нахожусь. Пора подводить некоторые итоги. Что я вам хочу сказать? Я исхожу из убеждения, что это самое лучшее место на Земле. Я очень много повидал стран, но, видимо, как-то так сошлось, что эта страна мне зашла идеально. Просто вот ни одна европейская страна не зашла бы там, как-то. Единственная. А секрет? Секрет не стал очевиден буквально в следующий день, когда я все здесь посмотрел. И сразу у меня сформировалось, минимум. Три слона, так сказать. Первое – это климат. Идеальный. Второе – это люди. Потрясающие люди. И третье – это экономика. Динамично развивающиеся. Здесь как раз это то, что будет на счастье. И я эти полгода провел, как в сказке. Особенно на контрасте 22-го года в России. Когда там, ну, что говорить, все все понимают. Причем Вьетнам очень большой. Единственное населенное. И разный. И именно вот здесь, именно вот на этом месте, вот, в Мечанке, идеально. Здесь климат сравним, как, кстати, Модилы, Карибы, Багамы, вот такое. Я перемен в погоде каких-то существенных вообще не видел. То есть, здесь максимум, ну, 37 градусов было. Минимум 26. Ну, вот такой разброс 10 градусов – это нормально. Нет такой вот прям испепеляющей жары, зной, не сухой. И нет морозов. Я... Как приехал, снял носки, короче. Майки шокут. Сайты. Я, правда, и не знаю, как там вторая половина полка. Посмотрим. Но... И меня тут пугали, там, дикой жарой здесь. С заливными дождями. Ничего. Пока такого не было. То есть, вот, с марта по август все ровно, все хорошо. Бывают дождики, да, такая кельва. Дожди не частые, дожди не холодные. Даже в радости. После дожди. Тем более, через два часа ничто уже не говорит о том, что... Это, что касается климата. Ну, и солнечные дни, да, там. Ну... Из 365, наверное... 350-то, наверное, много, скажу. Ну, 300-то точно. Солнечные дни, да. Вот. Что касается людей. Да. У вьетнамцев к нам есть чем-то учиться. Есть чем-то. Я не знаю, почему они такие, но они особенные. и очень душевные. Очень дружелюбные, очень открытые, очень улыбчивые, очень приятные и очень красивые. Особенно девчонки. Вот. Они всегда тебе улыбаются, они всегда... Нет, конечно, наверное, есть и плохие люди, но я, слава тебе, господи не встречал. Есть... Распиздяй. Есть такое. И, может быть, даже немало. Но в то же время есть очень ответственные люди. И даже вот это распиздяйство, которое у некоторых есть, оно не наносит как-нибудь вреда тебе. И ты всегда можешь подобрать в себе тех людей, с которыми тебя копают. Наверное, как и везде. Понятно. У меня есть сейчас рамки. Про Россию, а потом. Вот. И третий третий кит от экономики. Они живут лучше нас. Даже если в перерасчете на рубли, да, там, на деньги, хотя это сейчас с падением рубля-то эта разница все время сокращается, но и зарплаты у них невелики, так мало для счастья нужно. И в этом я с ним не солидарен. А что надо для счастья? Легкая одежда, еда качественная, вкусная. Солнце пришло, все. Ага, саня, тут же поджилам, пожалуйста, плава. Вьетнамцы живут легко. Кто-то, конечно, там вкалывает на весь полях, это понятно. Но это все компенсируется вот вот эта земля, вот этим морем, вот этим солнцем, вот этим того, чего у нас нет. так что сэкономить все хорошо. Я кайфую. Я полгода шел в кайфе. Настойно в кайфе. Прямо. Сэкономить шел в кайфе. 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 Шел в кайфе.